Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы две передачи, два понедельника, встречаемся с книгой «Экклезиаст». Читаем эту одну из самых философских книг Священного Писания, одной из самых пессимистических книг Священного Писания. Разбираемся, действительно ли там пессимизмом все заканчивается, и на пессимизме ставится точка. Или же все-таки есть некий светлый добрый выход к чему-то более совершенному, более глубокому и более великому. И говорим, как всегда, с философом, говорим со священником, с отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте! Добрый вечер, Ильич. Мы с вами в прошлый понедельник закончили на Эпикуре. К сожалению, как всегда, нам не хватает времени, мы долго запрягаем. Это нас огорчает, но не останавливает. Вот мы третий раз здесь. Да, и мы в общем в конце выдали буквально в три минуты дайджест эпикурейства и главных его постулатов. Но мы на этом договорились не остановиться, потому что книга «Экклезиаст», это мы тоже почти как будто бы вскользь сказали, описывает человека, его сложное положение между тревогой и страданием как страдательным залогом, то есть когда он является объектом воздействия каких-то внешних сил, и тягой к удовольствию, стремлением к удовольствию. Это нормальное стремление любого человеческого существа, чтобы жизнь была радостна. Собственно, Господь как Творец делится с нами радостью. Он не создал нас для работы, он не создал нас для страдания, он создал нас для радости. Вот. И вот это такое пограничное состояние мы в той или иной степени переживаем сами, и переживает ее автор этой книги «Экклезиаста». И мы поговорили в прошлый раз об эпикурействе как, собственно... И ничуть не затронули стоицизм, опять же. И ничуть не сказали о гедонизме. Вот. Вот. И вот, собственно, мы сегодня начнем, видимо, с этих древнегреческих философских школ, школ античности. И хотелось бы особо поговорить все-таки об экзистенциализме как таковом, как о философском учении, философском направлении, о том, что экзистенциального есть в «Экклезиасте» и в чем разница выхода экзистенциалистов и автора книги «Экклезиаста». Ну, во-первых, как мы не раз констатировали в прошлой программе, и хронологически, и географически, они настолько далеко, «Экклезиаст», иудейские мудрецы, и экзистенциалисты 19-20 веков, что прям, ну, если мы скажем, что нет ничего общего, мы не погрешим. То есть вполне себе. Но просто они касаются вот таких общих и вечных вопросов. И я все-таки вот предложу отточить термин. То есть это все-таки не страдание, потому что, ну, царь Соломон, в общем-то, не особо страдал. Он был царем, у него все было хорошо. У него все было хорошо с царством, у него все было хорошо с благочестием. Он храм построил, а потом еще уклонился в язычество под женским влиянием. Ну, знаете ли, это не просто 100 жен и 300 наложниц. И все было у него хорошо с достатком, и у него была именно, что вот эта вот тревога. То есть что нельзя в этом быть уверенным. И вот давайте посмотрим, какой последовательный путь он проделывает. Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. И узнал, что и это томление духа. Потому что во многое мудрости многие печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. То есть действительно, и вот хорошо человеку, который... Вообще, я прошу прощения, что перебиваю, удивительная книга противоречий. Она вообще зиждется на противоречиях. С одной стороны, мы в прошлой передаче сказали о том, что есть трудные, тяжелые занятия, в которым человек должен упражняться. Это, собственно, размышлять о мире, думать о мире, мудрствовать о мире. С другой стороны, многое познание, многое мудрость умножает скорбь. А, это именно что и отрезвляет. Потому что мы не должны погружаться в аффекты. Аффекты, еще аффекты. Нет. То есть в этом случае, действительно, если мы посмотрим на веселье, то есть, казалось бы, естественно, наше стремление к радости, то, приглядевшись, мы заметим, что все время пребывать в эйфории нельзя, потому что к какому-то моменту мы столкнемся с осознанием того, что нам требуется все большее и большее дозы веселья. То есть если там вот в стиле Диккенса какой-нибудь Оливер Твист порадуется, в миске каши, и он счастлив, то через некоторое время каша для него становится обыденностью, он уже желает большего, потом еще большего, потом еще большего, потом еще большего. И вдруг оказывается, что для того, чтобы он вновь испытал счастье, ему уже нужно прыгать с парашютом, покорять Эверест, нырять в Мариинскую впадину и так далее. Прошу прощения, я вас перебью. Вот именно в этом контексте я имею в виду слово страдание. Потому что страдание как страсть. Не в смысле боль. Да, страдание как страсть, когда я, условно говоря, уже не я ем миску каши, а миска каши ест меня. То есть когда я... Да, эта еда тебя убивает, брат. Да, да. Эта пироженка тебя прикончит. Нет, слово Ромы, слово смерть для вас одно и то же. Ну да, я прошу перебила. То есть нарастающее удовольствие, аффекты, мы про аффекты, я вас перебил, про... И как раз-таки правильное положение вещей нам сообщает, когда мы вот именно что избегаем аффектов. Вот тогда мы видим себя беспрекрасно, тогда мы видим мир беспрекрасно, тогда мы видим ситуацию, будто мы в нее не вовлечены. Это тяжело. И как раз вот мы и констатируем, что это тяжелое занятие. И смотрите, вот вторая глава. Какой же путь проделывает автор? Давайте мы какую-то перспективу наметим и потом поговорим по частям. «И сказал я в сердце моем, дай, испытаю я веселье и насладись добром», обращается он к своему сердцу. Это же хорошо, это же правильно. То есть может быть счастье в вине, и вздумывая в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих. Но это же прям вот готовый рецепт, как мои любимые римляне говорили, «Дольче из дистутера ин лока». Приятно подурачиться в свое время, в своем месте, с друзьями. Да, то есть и вот вы спросите меня, где же экклезиасты, где современные люди? А каждый из нас встречал в интернетах это изречение, что на настоящую духовную близость указывают порой совместные занятия идиотизмом. Ну, то есть это же хорошо, вот взять и поехать на рыбалку. То есть, ребята, вы взрослые мужики, у вас что, еды нет? Вот вам надо с этой удочкой, ну, возьми сеть, возьми, добудь это в промышленных масштабах. Ну, вот важен именно процесс, да? Или вот эти самые упражнения на природе с шашлыками. Ну, что, ребята, вы не можете в ресторан сходить, где вам приготовят, подадут, идти никуда не надо, от комаров спасаться не надо, преодолевать ничего не надо. Ну, вот это именно вот процесс, это именно вот это вот занятие, да? Как вспомните Эразма Роттердамского с его похвалой глупости. Ну, это же прекрасно, да? То есть вот если бы не глупость, вот если бы все мы были бы серьезные, как те самые агиласты, да? И всегда кто-нибудь придет и скажет, ты недостаточно серьезен. Вот как ты можешь в этом... А вот вы сейчас смеетесь, а между тем в Африке. Или вот как мы можем сказать, вот мы сейчас смеемся, а между тем в Афганистане. И действительно вот как-то не смешно. А с другой стороны, вот смотрите, вот автор испытывает мудрость и говорит, может быть, счастье в вине? И смотрите, да, и я предпринял большие дела, построил себе дом и насадил себе виноградники, устроил сады и рощи, посадил в них всякие плодовитые деревья, сделал водоемы, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, и также крупного и мелкого скота у меня больше, чем у всех бывших. Разобрал себе серебро и золото, и драгоценности от царей и области, завел у себя певцов и певиц и усложнений сынов человеческих. И дальше, ну посмотрите на формулировки, это просто вот, ну, великолепно. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Ну, а чего плохого, кстати, в этом? Вот если человеку хочется иметь библиотеку, хочется иметь спортивную машину, хочется иметь честный достаток, это же хорошо, где здесь грех? «Человек не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих». То есть, замечательно, ни одного лишнего слова, частью. То есть, частью трудов человека должно быть веселье, потому что если человек вообще не веселится, то это, рискну сказать, плохо для души. То есть, мы здесь делаем прям паузу, и вот, уважаемые телезрители, вспомните, когда вы последний раз смеялись, если давно, то это плохо для души, надо что-то с этим делать. И это должно быть частью, частью трудов, частью работы, и на работе посмеялись, частью семьи, и в семье посмеялись, потому что вот все время говорить, «Жена, у нас с тобой великая цель создать малую церковь и войти в жизнь вечную». Действительно так, но с другой стороны, а как же вот и подурачиться в свое время? Дальше. И не случилось. Я глянулся, я на все дела мои, и вот все суета и томление духа. То есть, не в смысле броуновского движения, а еще раз пар, который пропадает. Вот он это все построил, вот он в этих садах посидел, вот он это вино пил. И заметим, да, вот тоже розановское такое изречение, что вот до Христа мир – это большой пирог со вкусной начинкой. Никто не говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, вот уже прелюбодействовал в сердце своем. А вот у Соломона 100 законных жен и 300 наложниц, то есть сам статус наложницы указывает, что с ней происходит. И вот приходит Христос и забирает всю начинку из пирога, говорит Розанов, и это его как-то вот упечалит и ввергает в скорбь. А Соломон говорит, и это все исчезает, как дым. И вот это такое же непрочное, что вот вроде все есть, а хорошо, может быть, счастье в труде. Давайте посмотрим. Да, и оглянулся я на все дела и обратился к тому, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое, как преимущество света перед тьмою. Да, и возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый, а будет ли он распоряжаться всем трудом моим, которого я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И действительно, вот он, как администратор, все это возвел. И причем, заметьте, вот пророческая вещь, потому что мы знаем, что при сыне Соломона иудейское царство-то и разделилось. То есть вот такой мудрый владыка, вот он все сделал. И в исторических книгах мы встречаем интересные такие данные, что при Соломоне ливанский кедр, ценнейшая древесина, был на уровне глиняных кирпичей. То есть вот купить глиняных кирпичей или купить столько же ливанского кедра в Иерусалиме времен Соломона, это было примерно одно и то же. Просто вот здесь нужен камень, а здесь нужен древесный материал. И вот, Игорь, и устоит ли это? Нет, это пар, и это тоже сгинет. Хорошо. Что же тогда делать? Вот у нас веселье и вот тяжкие труды. Заметим, наш же собственный антагонизм, что мы вот с одной стороны тяжко трудимся, а с другой стороны мы испытываем потребность веселья. И мы не можем все время в тяжком труде, это нас надрывает, и мы не можем все время в веселье, потому что веселье приедается, и нам нужны все большие и большие дозы. Но с другой стороны это очень напоминает иногда анекдот про мужиков, которые нашли цистерну водки, продали ее и пропили. Вот. Видите? Здесь мудрость. Собственно, хохма. Хохма – это и есть мудрость, если вы понимаете, о чем я. Да, и, собственно, в чем же ключ? А ключ в том, чтобы делать все вовремя. Это же тоже здорово. Всему свое время, и время всякой вещи под солнцем. Время рождаться, время умирать, время говорить и время молчать, да? И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Вот оно. Вот оно и щекнуло, да? И вот мы уже цитировали Эпикура, где он там в переписке говорит, «И пришли мне, пожалуйста, горшочек сыра, чтобы пороскошествовать». То есть вот горшочек сыра для Эпикура – это чтобы пороскошествовать. И это от Господа, потому что действительно бывает, человек вкушает, вкушает, вкушает и насытиться не может. Вот он летит в Вену за, собственно, венским кофе, потом, значит, к вечеру уже в Риме заказывает ризотто, а потом уже, ну там, я не знаю, в Москве вкушает аутентичный русский курник. И он этого совершенно не ценит. И вот это тоже важный момент. Это дар Божий. И мы о себе, себе об этом регулярно напоминаем, когда говорим, «Благодарим тебя, Христе Божий наш, яко насытилась и нас земных твоих благ». То есть мы должны сами себе указывать, что это были блага. И, кстати, в этом плане действительно вот Соломон вечно актуален, что и земные блага у кого-то – это хлеб и овощи, а у кого-то – это вот икра. Ну вот земные блага, и кто будет это отрицать? Как раз вот эпикурейский подход. Мы устали, мы хотим есть, и мы вкушаем с одинаковой радостью. И если случился хлеб, то хлеб, свежий хлеб – великолепно. Случилась икра, а Господь послал, как в знаменитом романе. И вот это тоже блага, и замечательно. То есть, что важно делать все своевременно. И вся беда человека – это же тоже вот взгляд на мир, как мы это сказали в первой программе. Что человек вот женат, а хочется ему чужую жену. Вот сейчас время любить свою жену. Ну вот у него вот прям, да. Или вот человеку уже за 50, а он вспомнил, что что-то он не догулял, купил себе джинсы и отправился в ночной клуб. И как-то вот, ну не своевременно, что ли. То есть, мы готовы принять то, что студентам хочется подурачиться, но когда на моноколесе передвигается 70-летний старец, который весь такой йоу-йоу-йоу-йоу, это вызывает такое вежливое недоумение, в том числе даже, кстати, у нерелигиозных его современников и сограждан. То есть, все нужно делать вовремя. То есть, где-то нужно сказать, а где-то нужно промолчать. Если мы ловим этот божественный ритм, то это дар от Бога. Что вот сейчас надо поститься, сейчас можно не поститься. И вот порой человеку кажется, да зачем, да церковь меня обременяет, да дайте мне поесть, что это просто вино, что в нем грех. А потом он начинает понимать, что все это вот глубинная мудрость, которую надо переживать, и она сообщает взгляд на мир. И зачем вам эти длинные службы? А потом случается, что человек отстоял, тяжело уходит на гнидущихся ногах и думает, что жаль, что служба закончилась. Это же тоже состояние. В этом отношении, да, хочется иной раз шумной компании, а иной раз хочется просто любимого человека рядом. Иной раз хочется бури, шторма, да, а иной раз понимаешь, что лучше тихий ветер и уединение. Да, вот он ищет бури, как будто в бурях есть покой. И вот всему свое время это гениально. Если мы заметим, это же учительные книги, мы сначала должны стать людьми, как вот одна из моих любимых цитат, что грех Адама состоял не в том, что он выжелал стать Богом, мы к этому и предназначены, да, то есть мы должны видеть в человеке величие и богоподобие, а в том, что он прежде не стал человеком. То есть вот сначала давайте научимся слышать этот ритм, чувствовать время каждой вещи, и шумных застольей, и тихий бесед, и созерцаний, и наоборот походов, и так далее. Ну и... Мой любимый Честертон, я просто тоже добавлю одну цитатку, у меня, ну, она, в общем-то, вторит. А вот мы же обещали найти экклезиаста где угодно, вот, пожалуйста. Он говорил о том, что прежде чем назваться христианином, человек должен стать джентльмен. Вот, или ледь. Да, да, человеком... Ну, то есть, если мы переведем слово джентльмен, это просто человек порядочный. Порядочный человек. Человек порядка, опять же, знающий всему свое время, место, и так далее. Да, вот это... То есть он одет, соответственно, случаю, он ведет себя, соответственно, случаю. Понятно, что джентльмен в опере, джентльмен на рыбалке. Или, да, давайте процитируем и неудобное, джентльмен по ту и по эту сторону ла-манша. Это два разных человека. И здесь же опять экклезиасты. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, чтобы они видели, что они сами по себе животные. Ну, вот всякий, кто произносит это после экклезиаста, он уже изрекает трюизм. А вот тут вот, да, что сказал я в сердце своем, не объявил, люди вы все скоты, а сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы видели они сами по себе, что они животные. То есть это же тоже важно замечать за собой вот эту природу и ее ограничивать, потому что мы не можем отказаться от своей животности. Нам нужно спать, нам нужно есть, нам нужно, ну, все, что нужно, вот, животной нашей составляющей. Но с другой стороны, мы же, да, увидел я, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. То есть полнота будет потом. А вот есть доля наша в семье, есть доля наша в работе, есть доля наша в удовольствии, есть доля наша в труде. И, опять же, эта учительная книга, мы еще только подходим к тому, чтобы строить отношения с Господом. И вот это вот, да, и как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого признается при множестве слов его. Ой, великолепно же. Вы просто берите и пользуйтесь. Это просто фиаско для нашей передачи. Мы здесь соревнуемся в этом непростом тяжелом жанре. Слишком много слов. Человек, который много и охотно говорит о вещах, которые от него не зависят или о которых он знает мало, он как раз выдает свою известного рода пустоту. И, заметим, это же именно общечеловеческое. Как сейчас мы вот с горечью шутим, что сначала все были эксперты в пандемии, теперь все эксперты в культуре Афганистана, завтра все будут эксперты в Олимпийских играх. То есть человек, который много и охотно говорит о том, чего точно не знает и что от него не зависит, это как раз вот тот, который не стяжал мудрости. Что в этом вот это вот тоже важный момент, некое стремление к актуальности. Вот философия может себе позволить быть неактуальной. Потому что она не обязана высказываться. Высшая математика, физика, всякая серьезная наука, она не высказывается о том, что сейчас случилось на Олимпийских играх, кто победил на Евровидении, что случилось на саммите, что там как с Пуском Булавы и Илоном Маском. То есть вот те, кто занимается серьезно большими делами или даже серьезно небольшими делами. Вот печет пирожные, шьет сапоги и говорит, вот вы знаете, вот это вот мое, вот поэтому я могу. А вот здесь я... И это вызывает уважение. Человек, который не имеет мнения по любому актуальному вопросу, который не участвует в этом безумии. И действительно, ну, четко и замечательно. Голос глупого познается при множестве слов его. И опять же, да, тяжелый недуг, каким пришел человек, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер, а он во все дни свои ел в потьмах и в большом раздражении, огорчении и досаде. Ну, это же, ну, просто такой глоток хрустального горного воздуха. Да, ел в потьмах. Да, ушел еще темно, пришел уже темно. Давайте поясним, почему это не экзистенциализм. Ну, как же. Экзистенциализм – это мучительный поиск предназначения. То есть, если нужно определение экзистенциализма, я его берег для следующей программы, ну, давайте действительно расчехлим его сейчас. Ну, когда Сартер в своей программной, на небольшой работе «Экзистенциализм – это гуманизм» говорит, что у всех сущность предшествует существованию, а трагедия человека в том, что его сущность следует за его существованием. Вот родился котенок, и мы знаем, что он будет бегать за мышками, любить молоко и урчать у огня. То есть, вне зависимости от того, что сам он по этому поводу. Он еще маленький, маленький, он еще слепенький, но он будет именно вот, и мы его ценим, и мы его любим, потому что он толстый, ленивый и пушистый. Это гарантированно. А вот лежит человеческий детеныш, и мы не можем понять, это Чингисхан, это Шостакович, это Исенбаева, это мало ли кто еще. И вот эта трагедия, что львенок про себя уже все знает и живет так, будто он вечный, и ему хорошо. А человек про себя не знает, и он ищет это свое предназначение. Вот то, с чего мы начали. Может быть, счастье в вине, что-то как-то не случилось. Может быть, счастье в труде. Причем, заметим, виной труд, ну, хорошие вещи. Мы же не скажем, что это тяжелые наркотики, что это самоубийство, что это вот нет. Может быть, счастье в достатке. И вот человек ел в потьмах, и в большом раздражении, и огорчении, и вот он вроде бы стяжал, и самый богатый человек на кладбище. И тоже что-то не случилось. Вот это вот, что же мы должны делать? Вот книги учительные нас и подводят к тому, а что же мы должны тогда делать? И вот это самый, что ни на есть, экзистенциальный вопрос. То есть, а мы тогда, мы здесь зачем? Для искусства, для любви, для войны. Война, мать всего, тоже вполне себе античная. То есть, по масштабам нашего врага мы меряем собственный масштаб. Кто-то противостоит склоечной соседке со второго этажа, а кто-то намерен опровергнуть теорию Эйнштейна. Вы же понимаете, что это разные задачи, и таким образом, вот даже выбор оппонента, да, скажем, толерантный аккуратно там, да, или вот Ницше хотел вернуть античность прекрасную, чтобы христианство ушло, и вернулась античность. Или Юлиан Отступник боролся. То есть, вот просто по масштабу оппонента, вот, да, для любви, для войны, для искусства, для того, чтобы тихо и спокойно жить. Вот Эпикура я уже цитировал. То есть, давайте будем собирать сумму удовольствий, да, то есть, шашлык, пять очков, закат на море, десять очков, увидеть Париж, пятьдесят очков. И так, чтобы при этом избежать последствий. Не в смысле ограбить кассу на работе, увидеть Париж и умереть. А в смысле, вот, увидеть Париж и после этого еще на море побывать, шашлык поесть. То есть, вот, и так, чтобы последствий было поменьше, да. И в этом отношении, вот, почему стоят рядом заповеди «Не прелюбодействуй, не убивай». Не очевидно, но вот нам сообщают, причем, заметим, в десяти заповедях нет ни слова про загробное воздаяние. Это все про Одессу сейчас. Потому что, простите, беспорядочные связи всегда кончаются убийством. То есть, это либо любовный треугольник, либо драка на дискотеке, когда всем понравилась одна и та же девочка, либо аборт, что с точки зрения церкви недопустимо. И вдруг понимаешь, что вот, вроде бы, несовместимые вещи, да, любить человека и убить человека. Но отсутствие дисциплины в половой сфере приводит к убийству. Ой. И вот это вот тоже правильный взгляд на мир. И когда человек вот это вот видит, и возвращаясь к экзистенциализму, каждый, в том-то и трагедия, и тревога, что каждый вынужден искать эти вопросы самостоятельно. Вот Сартер, он прямо говорит, что его экзистенциализм атеистический, потому что ему здесь Бог совершенно не помогает. Вот каким он должен быть? Вот хорошо бы нам получить ответ, что твоя профессия, там, я не знаю, преподаватель, жениться тебе лучше в 30 и жить тебе лучше вот здесь. То есть, а мы должны самостоятельно искать, когда жениться или не жениться вообще, какую профессию выбрать и как быть, если душа лежит к экибане, а ты родился на Чукотке. Ну вот что с этим делать? Ну, и все вот это вот. То есть, в этом плане экзистенциализм характеризуется тревогой и вот этим трезвым взглядом на мир. Он же тоже эту тревогу переживает. Да, только он и говорит, что вот ни в вине, ни в труде, ни в удовольствиях делать, да, да, и вот что. И как раз вот то, что вы сказали в прошлую программу, такие противоречия, то я еще обращу внимание на такой особенности древнееврейского языка, что там это искусство такое, когда кажущиеся противоположности на самом деле являются двойным утверждением. Вот, пожалуйста, доброе имя лучше дорогой масти и день смерти дня рождения. То есть, казалось бы, это противоположные вещи, да, то есть вот доброе имя, оно здесь, а смерть, она обнуляет все, потому что в том и трагедия, что вот ты все это построил, ты уйдешь, а кто будет распоряжаться этим имуществом, да, то есть это же трагедия родителей, которые все стяжали по копейке, вот эта пословица, да, что одни ходят в одних башмаках, потом в три пары башмаков, а потом в следующее поколение в деревянных башмаках, да, то есть вот одни стяжали, вторые тратили, третьи впали в бедность. И вот тут доброе имя лучше дорогой масти и день смерти дня рождения. То есть в этом случае в древних языках, как, например, в греческом, да, телос, это не только конец, но и цель. То есть в этом случае, смотрите, доброе имя лучше дорогой масти и достигнуть цели, то есть вот в жизни, как тоже такая хохмическая мудрость, что живи долго, но пусть смерть твоя придет вовремя. То есть долго, чтобы не сказать, что что-то как-то я не доделал, а с другой стороны, бывает так, что человек все свершил и тоже было хорошо сказано, не дай вам Бог дожить, когда победы ваши усталостью на плечи лягут вам. И вот это вот тоже очень плохо. Вроде бы свершил и вроде бы он когда-то был велик, но этот вот старый полковолец, который стал старым маразматиком, он вот как-то вот, ну посмотрите, вот на наших глазах, что называется, в новейшей истории, Фидель Кастро погиб и стал символом, ой, простите, Ча Гевара. А Фидель Кастро выжил, да, вот они вместе делали революцию, только вот Фидель Кастро, посмотрите, старческие пятна, вот все те изменения, которые нас всех ждут, вот это медленное угасание, и поэтому один на майках, а второй диктатор, который пережил там триста покушений. Это же тоже, в общем-то, показатель, в общем-то, вполне себе характеристика. Но еще раз, да, доброе имя лучше дорогой масти и день смерти, дня рождения. То есть, когда мы подводим итог, и если мы достигли, и все произошло вовремя, то это на самом деле хорошо. То есть, это на самом деле, как когда мы исполнили то, к чему мы предназначены. И это дает нам внутреннюю силу от переживания своего места в этом мире. Тут мы переходим к стоицизму, или мы переходим к следующей программе. Вы, как всегда, проницательны. Дело в том, что на сегодня время нашего эфира подошло к концу. Я так понимаю, что мы неукоснительно встретимся четвертый раз для того, чтобы закончить этот разговор, чтобы он не был подвешен и не был прерван на полусловия. Отец Сергий, огромное спасибо за сегодняшнюю беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник присоединяйся, мы продолжим. Храни Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова